В комментариях меня ну очень часто просят раздавить прессом железное дерево. Для тех, кто не в теме, поясню, железное дерево или бокаут. Это одна из самых твердых и прочных пород дерева. Оно настолько плотное, что имеет такую удельную массу, что даже тонет в воде. Учитывая, что этот брусок не пропитан и не покрыт никакими декоративными материалами, он имеет красивую, четкую текстуру. Благодаря своим механическим свойствам и декоративному виду, это дерево нашло широкое распространение в изготовлении дорогих брендовых предметов. Учитывая свои небольшие габаритные размеры, этот брусок имеет довольно такую неприличную стоимость. Я, честно говоря, в этих всех деревяшках не очень-то разбираюсь. Можно даже сказать, что вообще не разбираюсь. Поэтому нужно проконсультироваться у специалиста. Хочу прессом раздавить кусок железного дерева, да не просто раздавить, а понять, насколько оно вообще крепкое по отношению к другим породам дерева. Ну, надо нарезать квадратики 3х3 см, подобрать другие породы дерева, березу взять, допустим, дуб, ольху, ясень и провести эксперимент. Но я думаю, в этом эксперименте победит искусственная порода дерева. Это МДФ. А что это такое? МДФ это мелкодисперсионная фракция... То есть это уже изначально спрессованная штука? ...с полимерным материалом. Ну, эксперимент надо проводить как вдоль волокон, так и поперед. Пока Папа Карло нарезает одинаковые кубики и пытается не отрезать свой палец, я расскажу вам, что руки у Папы Карло растут из правильного места. Из дерева он может сделать любую хрень, которую вы только пожелаете, начиная от шахматной доски, заканчивая огромным шкафом. Ссылка на Папу Карло будет в описании к видео. Оу, что-то он до хрена напилил этих кубиков. Хотя нет, все правильно. Каждой породе дерева по два экземпляра. В видео показывать мы будем только самые интересные полученные результаты. Для начала взвесим некоторые из них. Самые крепкие породы деревьев, которые произрастают в наших широтах. Это ясень весит 14 грамм. И дуб 17 грамм. Какой же вес покажет железное дерево? Неплохо, 27 грамм. Это почти в два раза тяжелее, чем дуб. Первой на очереди будет сосна. Это самая распространенная хвойная порода древесины. Она, скорее всего, и не сможет выдержать какую-то существенную нагрузку. Вот так, кстати, сосна выглядит в сравнении с железным деревом. Будем фиксировать максимальную нагрузку, после приложения которой произойдет заметное изменение формы. Итак, сосна вдоль волокон. 3900 килограмм. Ну, даже не знаю, много это или мало. Пока что это первый подопытный образец, поэтому возьмем это за эталон. И так, сосна поперек волокон. Поперек волокон вообще нагрузку не держит. При усилии в 200 килограмм уже значительно начала изменяться форма. Хотя кубик не получил такие серьезные разрушения, как вдоль волокон. Можно заметить, что выдавилась смола. Второй подопытный, береза, вдоль волокон. Ну, в принципе, выдержала практически такую же нагрузку, как и сосна. Сейчас еще раздавим кусочек березки поперек волокон, чтобы убедиться точно, что поперек волокон дерево держит меньшую нагрузку. Да, поперек волокон дерево вообще плохо справляется с нагрузкой. Тут даже непонятно, при какой нагрузке началась деформация. Такое ощущение, что момент начала контакта. Я думаю, тут смысла нет испытывать их поперек волокон. Третий образец. Ясень. Естественно, вдоль волокон. 4200 килограмм. Это больше, чем сосна и береза. Ну, не кардинально больше, но, тем не менее, немного больше выдержал он нагрузку. Четвертый образец. Дуб вдоль волокон. На дуб большие надежды, так как дуб именно рицательная, символизирующая прочность и твердость. Весьма неплохо, почти 5 тонн дуб выдержал. Это в полтора раза больше, чем сосна или береза. Ну, а теперь, наконец-то, настала очередь железного дерева. Какую же все-таки оно выдержит нагрузку? 5,5 тонн. Это больше, чем дуб. В ходе нашего эксперимента мы выяснили, что все-таки не зря железное дерево считается одними из самых прочных и крепких пород дерева. Поскольку эта порода дерева выиграла испытания, проверим еще и второй кубик, поперек волокон. Как и в первых случаях, поперек волокона, но держит меньшую нагрузку. А теперь мы испытаем искусственную породу дерева, о которой говорил Папа Карло. Это МДФ. Оно вроде бы и не совсем дерево, а вроде бы и дерево. Потому что на 90% все-таки оно состоит из дерева. А уже остальные там 10% это различные пропитки и смолы. Этот кубик собран из нескольких частей ламината и имеет точно такие же габаритные размеры, как и те кубики, которые мы ранее испытывали. Нагрузка, которую держала железное дерево, уже пройдена. Не слабо оно так разлетелось. Да еще с таким грохотом. Я даже сразу и не заметил, хорошо, что на камере стоял светофильтр. Его разбило кусками этого МДФ. Если бы не было светофильтра, похоже, что не было бы и объектива у камеры. Хорошо, что у меня есть еще один такой же кубик МДФ. Приложим к нему нагрузку в 100 тонн и заснимем это все высокоскоростной камерой. На замедлении видно, что осколки этих деревьев летят спрямо. Приличной такой скоростью. Не зря они побили стекло на камере. Ну я думаю, в этом эксперименте победит искусственная порода дерева. Это МДФ. А что такое МДФ? МДФ? Ой, не знаю. Ты же вырежешь это все пока? Да, я не знаю. Нет ли? Ну чего, ничего. Я уже записан. А, ну и что, так вырежешь. Ну давай.